Проповеди Фельдкурата Отто Кацца напротив радовали всех. Шестнадцатую камеру водили в часовню в одних почтальниках, так как им нельзя было позволить надеть брюки. Это было связано с риском, что кто-нибудь удерет. Настал торжественный момент. Двадцать ангелочков в белых почтальниках поставили у самого подожжи кафедры проповедника. Некоторые из них, которым улыбнулась фортуна, жевали подобранные по дороге окурки, так как за неимением карманов им некуда было их спрятать. Вокруг стояли остальные арестанты гарнизонной тюрьмы и любовались видом двадцати пар почтальников. На кафедру, извиня шпорами, взобрался Фельдкурат. — Абахт! — скомандовал он, то есть смирно. — На молитву! Повторять все за мной! — Эй, ты там, сзади, не сморкайся, подлец-кулак! Ты находишься в храме Божьем, а не то велю посадить тебя в карцер. Не будешь уже забыли об армоте, отче наш! — Ну-ка, попробуем! — А? — Так и знал, что дело не пойдет. — Какой уж там отче наш! — Вам бы только слопать две порции мяса с бобами, да жраться, лечь на брюхах, ковырять носу и не думать о господи боге! — Что? Неправду я говорю? Он посмотрел с кафедры вниз на двадцать белых ангелов в подштанниках, которые, как и остальные, вовсю развлекались. В задних рядах играли в мясо. — Ничего, интересно, — шевнул Швейк своему соседу, над которым тяготело подозрение, что он за три короны отрубит своему товарищу все пальцы на руке, чтобы тот озвободился от военной службы. — То ли еще будет, — ответил тот. — Он сегодня опять здорово наилокался, значит, опять станет рассказывать о терранистом пути греха. — Действительно, Фелькурат сегодня был в ударе, сам не зная зачем, он все время перегибался через перила кафедры, и чуть было не потерял равновесие и не свалился вниз. — Ну-ка, ребята, спойте что-нибудь, — закричал он сверху. — Или хотите, я научу вас новой песенке. Подтягивайтесь за мной. — Есть ты в мире кто белей, Моей мелки дорогой, Не один хожу я к ней, Прут к ней тысячи горьбой, К моей мелке на поклон. Люди прут со всех сторон, Прут и справа, прут и слева, Звать ее Мария Дева. — Вы, лотари, никогда ничего не научитесь, — продолжал Фелькурат. — Я за то, чтобы всех вас расстрелять. — Всем понятно? — Удвиждаю с этого святого места, негодяй, Ибо Бог есть бытие, Которое стесняться не будет, А задаст вам такого перца, Что вы отчумеете, Ибо вы не хотите обратиться ко Христу, И предпочитаете идти тернистым путем греха. — Во-во, начинается, Здорово награлся, — Радостно зашептал Швейку сосед. — Черниши путь греха, Это, болвановые этки, Путь борьбы с пороками. Вы, блудные сыны, Предпочитающие валяться в одиночках, Вместо того, чтобы вернуться к отцу нашему, Обратите взоры ваши к небесам, И победите! Мир снизойдет вашей души, хулиганы, Я просил бы там, сзади, не фыркать. Вы не жеребцы и не в стойлах находитесь, А в храме Божьем! Обращаю на это ваше внимание, голубчики! Так где, бишь, я становился? — Да, юбердензе лендфриден зер гуд! То есть, да, насчет мира душевного очень хорошо. Помните, скоты, Что вы, люди, и должны сквозь темный брак Действительности устремить взоры В беспредельные просторы вечности И постичь, что все здесь тленно и недолговечно, И что только один Бог вечен! — Очень хорошо, не правда ли, господа? — А если вы воображаете, что я буду денно и ночно за вас молиться, Чтобы милосердный Бог, болваны, Вдохнул свою душу в ваши застывшие сердца И святой своей милостью уничтожил беззаконие ваши, Принял бы вас у лона свое навеки и во веки веков, Не оставлял своею милостью вас, подлецов, То вы же столько ошибаетесь! Я вас в обитель рая вводить ненамерен... И... нен... Фелькурат икнул. — Ненамерен! — упрямо повторил он. — Ничего не стану для вас делать! Даже не подумай, потому что вы неисправимые негодяи! Бесконечное милосердие Всевышнего не поведет вас по жизненному пути И не коснется вас дыханием божественной любви, Ибо Господу Богу и в голову не придет возиться с такими мерзавцами! И... и... — Слышите, что я говорю? Эй, вы там, в подштанниках! Двадцать подштанников посмотрели вверх и в один голос сказали... — Точно так слышим! Мало только слышать! Продолжал свою проповедь Фелькурат. — В окружающем вас мраке, болваны! Не снизойдет к вам сострадание Всевышнего, Ибо и милосердие Божье имеет свои пределы! А ты, озел, там, сзади! Не смей ржать, не то сгнаю тебя в карцере! И вы снизу не думайте, что вы в кабаке! Милосердие Божье бесконечно, Но только для порядочных людей, а не для всякого требья, Не соблюдающего ни его законов, ни воинского устава! Вот что я хотел вам сказать! Молиться вы не умеете и думаете, Что ходить в церковь одна потеха, Словно здесь театр или кинематограф! Я вам это из башки выбью, Чтобы вы не воображали, Будто я пришел сюда забавлять вас и увеселять! Рассажу вас, сукиных детей, поодиночкам! Вот что я сделаю! Только время с вами терять! Совершенно зря теряю! Если бы вместо меня был здесь сам фельдбаршал Или сам архиепископ, Вы бы все равно не исправились и не обратили души ваши к Господу! И все-таки когда-нибудь вы меня вспомните и скажете, Добра он нам желал! Из рядов подштанников послышалось всклипывание. Это рыдал Швейк. Фельдкурат посмотрел вниз. Швейк тер глаза кулаком. Вокруг царило всеобщее ликование. Пусть каждый из вас берет пример с этого человека! Продолжал фельдкурат, указывая на Швейка. Что он делает? Плачет. Не плачь, говорю тебе. Не плачь. Ты хочешь исправиться? Нет, тебе, голубчик, легко не удастся. Сейчас вот плачешь, А вернешься в свою камеру и опять станешь таким же негодяем, как и раньше. Тебе еще придется поразмыслить о бесконечном милосердии Божьем. Долго придется совершенствоваться, пока твоя грешная душа не выйдет наконец на тот путь истинный, по коему надлежит идти. Днесь на наших глазах заплакал один из вас, захотевший обратиться на путь истинный. А что делают все остальные? Нечерта! Вот, смотрите, один что-то жает, словно родители у него были швачный живот, а другой в храме Божьем ищет в шее, в своей рубашке. Не можете дома чесаться, что ли? Обязательно во время благослужения надо? Смотрите, вы совсем не следите за порядком. Ведь вы же солдаты, а не какие-нибудь балбесы штатские. И вести себя должны, как полагается солдатам, хотя бы и в церкви. Займитесь, черт побери, поисками бога, овшей будете искать дома. На этом, хулиганье, я кончил и требую, чтобы во время обедни вы вели себя прилично, а не как в прошлый раз, когда в задних рядах казенное белье обменивали на хлеб и лопали этот хлеб при возношении святых даров. Эль-Курат сошел с кафедрой и проследовал в резницу, куда направился за ним и смотритель. Через минуту смотритель вышел, подошел прямо к швейку, вытащил его из кучи двадцати почтариков и отвел в резницу. Продолжение следует...